Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. Смартфоны победителям и начало нового этапа конкурса. В Самаре вручили призы участникам акции «Самара, я привит». Отказывают каждому третьему заемщику. Банки России стали неохотно выдавать ипотечные кредиты. С чем это связано, расскажем в новостях экономики. Время полосатых в Самаре начался сезон арбузов. Как правильно выбрать ягоду и на что нужно обратить внимание в первую очередь. Первая медаль на Олимпийских играх у атлетов из нашего региона. Самарский фехтовальщик Павел Сухов помог сборной России выйти в финал командного соревнования на шпагах. Число заболевших COVID-19 продолжает ежедневно расти. За сутки в Самарской области зарегистрировали 453 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе 75 849. Такие данные в пятницу 30 июля опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 264 человека. Всего с начала пандемии из больницы выписали 70 501 жителей региона. В России же за последние сутки выявили 23 564 новых случаев коронавируса. А за сутки полностью вылечились 20 485 человек. В столице региона только за истекшую неделю было зафиксировано свыше 800 случаев заражения COVID-19. Эпидобстановку в Самаре обсудили на заседании городского оперштаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Глава города Елена Лапушкина дала поручение профильным ведомствам и департаментам усилить работу в части вакцинации. Тему продолжит мэрия Илчан. QR-код о сделанной прививке от COVID не освобождает от ношения масок. В общественных местах и транспорте средства индивидуальной защиты обязательны. Затем, как соблюдается масочный режим, ежедневно следят. Проводятся рейды, главная цель которых – не наказать, а обезопасить. Об этом говорили на штабе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Совещание прошло под председательством Елены Лапушкиной. Глава города подчеркнула важность соблюдения всех мер профилактики, в том числе на рабочих местах. По поводу допуска сотрудников, имеющих температуру, уважаемые коллеги, как руководители, еще раз заостряю ваше внимание, что никаких сотрудников с температурой, с недомоганием на рабочих местах быть не должно. Чтобы у нас не было самоуспокоенности, для нее оснований никаких нет. И каждый на своем месте должен работать. Нет ничего важнее сохранения жизни людей. Ничего важнее нет. И здоровье. За прошлую неделю в Самаре было зафиксировано 829 случаев заражения COVID. В борьбе с вирусом медицинские работники подтверждают эффективность вакцинации. В числе тех, кому она строго необходима, согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Самарской области, государственные и муниципальные служащие. Так, темпы иммунизации в этих структурах увеличились. За период с 23 июля по 29 июля, то есть за 7 дней, количество сотрудников, прошедших вакцинацию, увеличилось на 2459 человек. И если на протяжении длительного периода времени нашего мониторинга количество вакцинированных сотрудников за неделю варьировалось порядка 1000-1500 человек, то за последнюю неделю мы наблюдаем, конечно же, значительный рост. В ходе многочисленных рейдов, которые проводят в торговых центрах, транспорте, объектах потребительского рынка, фиксируются нарушения и составляются протоколы. За последнюю неделю в Управление гражданской защиты поступило 32 административных материала. За все время пандемии с нарушителей взыскали уже свыше 5 миллионов рублей. Мэр Елчан, Василий Колдашов, События. В Самарскую область поступили новые партии вакцин против коронавируса. Свыше 50 тысяч доз вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК и более 16 тысяч доз препарата «Спутник Лайт». Это четвертая зарегистрированная вакцина в России. В чем ее особенность и кому она рекомендована в нашем сюжете? Рекомендована тем, кто уже переболел коронавирусом. Первая партия вакцины «Спутник Лайт» прибыла в Самарскую область. Это уже четвертая вакцина, зарегистрированная в России. Она однокомпонентная и подходит пациентам с 18 до 60 лет. Также в регион поступило еще более 50 тысяч доз «Спутника Ви». Все отечественные вакцины безопасны и эффективны. Любому гражданину, желающему пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, необходимо при себе иметь паспорт, полис и СНИЛС. Мы призываем заранее записываться на вакцинацию, чтобы не формировались живые очереди, что облегчит вакцинацию для самих пациентов и немножко разгрузить медицинских работников. Число заболевших в регионе растет. Причем инфекция уже не та, что была раньше. Она гораздо заразнее и ее течение более тяжелое. Среди заболевших все больше людей молодого возраста. По мнению медиков, важно как можно быстрее себя обезопасить, а прививка – самый действенный способ защиты. Нина Кириллова собиралась сделать прививку еще в январе, но заболела коронавирусом. Болезнь протекала тяжело. Женщина оказалась в больнице. Говорит, больше проходить через это не хочет. Поэтому спустя полгода, когда исчезли антитела, решила сделать прививку. Полгода прошло, обязательно надо, чтобы опять не заболеть. А во-вторых, я работаю в заведующей общежитии со студентами, поэтому мне надо, чтобы была безопасность. В области уже прошли первый этап вакцинации. Более 797 тысяч человек. Из них 603 тысячи завершили процедуру. Медики подчеркивают, что все это время не было ни одного случая серьезных поствакцинальных реакций. Подавляющее большинство, в том числе пожилые люди, переносят вакцинацию хорошо, без каких-либо симптомов. И только у небольшой части привившихся наблюдается повышение температуры, ломота и боль в месте инъекции, которые проходят за 2-3 дня. Это реакции в пределах нормы. Создать общественный иммунитет сейчас задача номер один, чтобы осенью, когда начнется период сезонных заболеваний, здоровье самарцев было под надежной защитой. Виктория Шарая, события. Для тех, кто уже вакцинировался и тем самым обезопасил себя от возможного заражения коронавирусом, организаторы акции «Самара Я привит» приготовили ценные подарки. По итогам конкурса, который проходил в Самаре с 1 по 25 июля, победителям вручили современные смартфоны, телевизоры и ноутбуки. Подробности в репортаже Михаила Ермуленко. Второй компонент вакцины получила 13 июля. Там же в больнице узнала про акцию «Самара Я привит», рассказывает Елена Вицак. И подумала, почему бы не испытать удачу и не зарегистрироваться на сайте конкурса. Судьба действительно улыбнулась Елене. Тем более, что сменить телефон на новую модель она планировала давно. По результатам акции девушка в числе победителей выиграла новый современный смартфон. Вообще я первый раз в жизни что-то выиграла. Попросили подтвердить, отправить сертификат о том, что я сделала вакцину. Ну я это сделала. Ну все, потом мне еще раз звонили, еще раз говорили. Я уже всегда окончательно убедилась, что на самом деле это все правда. Сегодня Елена забрала приз у организаторов. По многочисленным просьбам жителей, организаторы объявили о новом этапе акции, который начнется 1 августа. Правила конкурса вскоре опубликуют на сайте samarayaprivit.rf. Уже точно известно, что победители следующего этапа смогут получить сертификаты одного из крупнейших российских банков, билеты в самарские театры и другие ценные призы. Мне приятно объявить о том, что мы продлеваем акцию. Это эпидемиологическая ситуация. Мы приняли решение о том, что с 26 по 31 августа будет второй этап акции. Точно так же будут ценные призы. Поэтому мы приглашаем всех людей регистрироваться. В акции, проводимые при поддержке администрации города, приняли участие свыше 9,5 тысяч самарцев. Организаторы конкурса особо отметили то, что при выявлении победителей были обнаружены заявки, содержащие недостоверные сведения. Поэтому во время регистрации на следующий этап жители просят быть предельно внимательными при заполнении данных. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Банки стали выдавать ипотеку с осторожностью. С осторожностью одобрения получают только 60% потенциальных заемщиков. По данным Бюро кредитных историй, к концу года средний лимит по кредитным картам может превысить 75 тысяч рублей. В России трудовой книжки нового образца начнут использоваться с 1 января 2023 года. Обо всем подробнее в нашей рубрике «Новости экономики». Уровень одобрения заявок по ипотеке к началу июля сократился до минимума за последние несколько лет. Сейчас он находится в районе 63% вместо прошлогодних 70%. В банках отмечают, что из-за большого потока желающих приобрести квартиру в ипотеку, кредиторы зачастую стали сталкиваться с менее платежеспособным спросом, чем ранее. Снижение одобренных суд до минимума обусловлено повышением ипотечной ставки, активным увеличением цен на жилье и снижением реальных доходов населения, считают эксперты рынка недвижимости. Все ликвидное и недорогое жилье было разобрано в прошлом году. Ранее сообщалось, что Россия вошла в число стран с самыми быстрыми темпами роста стоимости жилья. За время пандемии цены на недвижимость поднялись почти на 15%. Эксперты считают, что рост цен остановится уже в этом году. По данным Бюро кредитных историй, к концу года средний лимит по кредитным картам может превысить 75 тысяч рублей. В июне показатель достиг 71 тысячи рублей. Это на 2% меньше, чем в мае 2021 года и на 11,5% больше, чем в июне 2020 года. По данным Бюро, основным драйвером роста будут кредиты заемщиков из городов федерального значения, в которых средний лимит по картам вплотную уже приблизился к 90 тысячам рублей. В России трудовые книжки нового образца начнут использоваться с 1 января 2023 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. При этом работники смогут без ограничений пользоваться прежними трудовыми. То же касается бланков и вкладышей старого образца, которые хранятся у работодателей. Они также будут действительны. Определять порядок изготовления новых трудовых книжек поручено Министерству финансов. Кроме того, ведомство займется решением вопросов, связанных с обеспечением работодателей документами нового образца. Ранее Министерство труда и социальной защиты внесло коррективы в форму бланков в трудовой книжке, а также изменило инструкции по ведению и хранению документа. Помимо этого, с прошлого года работники могут выбирать между бумажной и электронной версиями документа. В марте в силу вступил закон, позволяющий гражданам обращаться в Пенсионный фонд России для включения в индивидуальный лицевой счет всех сведений о трудовой деятельности до 1 января 2020 года. Он позволит не потерять стаж тем людям, которые переходят на электронные трудовые книжки. Курс доллара на 31 июля – 73 рубля 13 копеек. Евро – 86 рублей 99 копеек. Нефть марки «Бренд» торгуется на отметке 74 доллара 96 центов за баррель. От Москвы до Магадана через Самару в областном центре прошла творческая встреча с участниками уникальной автоарт-экспедиции «Кавсбой». «Кавсбой» – это опытные туристы с большим стажем автомобильных путешествий и багажом из 150 стран мира. С участниками уникальной экспедиции встретились наши корреспонденты. Путешественница со стажем Людмила Гвоздева на арт-экспедицию «Кавсбой» согласилась не раздумывая. Более 10 лет жительница Самары участвует в автомобильных пробегах по России на личном авто. Его Людмила собрала своими руками. Короткая база, увеличенный клиренс, раллийная резина и боевая раскраска сделали обычный городской автомобиль грозой бездорожья. Людмила хочет доехать до конечной точки пробега именно на нем. У нас немножко там свой план. То есть мы хотим дойти с ними до Магадана и мы хотим зайти на старый колымский тракт и попробовать его пройти. Нам говорят, что это, конечно, невозможно, но у нас там есть кое-какие свои мысли по этому поводу. Поэтому мы думаем, что мы все-таки пройдем. В рамках проекта «Творцы счастья» участники арт-экспедиции «Кавсбой» посетили музейно-выставочный центр «Самара Космическая» и обсудили с представителями областной столицы творческую деятельность в регионе. Проект «Творцы счастья» направлен на то, чтобы мы максимально рассказывали жителям Самарской губернии о возможностях, которые предоставляют те люди, те гости, которые проезжают через наш гостеприимный регион. «Кавсбой» — это художники, музыканты, писатели, журналисты, которые отправились на автобусе «Кавс» до Магадана. Они проедут через разные города, в некоторых из них дадут мастер-классы. Дорога предстоит нелегкая. Среди участников автопробега лидер группы «Бахыт Компот» Вадим Степанцов. Он вместе со своими музыкантами исполнил несколько авторских композиций. Два музыканта, которые едут со мной, балалайшник Андрей Ежель, это группа «Бахыт Компот», Константин Ядриков, группа «Мастодонт» — тоже мой проект. И мы таким образом представляем собой, ну как бы, так сказать, срезки, что называется. Автомобильно-автобусная арт-экспедиция «Кавсбой» стартовала 26 июля, завершится 3 сентября. Творческая группа путешественников доедет до Магадана, оставит автобус и улетит в Москву. Следующим летом они поедут обратно маршрутом и также проведут мастер-классы и встречи. Ольга Павлова, Никита Колосов, Григорий Плешаков. События. По прогнозам, на следующей неделе в Самару снова вернется жара. Синоптики обещают рекордные температуры — до плюс 37 градусов. В такую погоду тяжело приходится и людям, и животным. Причем в жару, в зоне риска не только собаки на выгуле, но и домашние любимцы, которые редко покидают квартиры. Нужно ли при таких температурных значениях купать и стричь питомцев? И как за ними правильно ухаживать, выяснила Ольга Хомракулова. Лапами кондиционер не выключить, на улицу в любое время не выйти. В жару жизнь и здоровье домашних питомцев полностью зависят от хозяев. И здесь важно уметь распознать симптомы солнечного или теплового удара. Если у животного появляется одышка сильная, если какое-то обильное слюнотечение, если нарушение ориентации, потеря сознания, то есть животному нужно сразу оказывать помощь. Нужно перенести животное в тень, смочить лоб и лапы. Ни в коем случае нельзя бросать питомца в воду или обильно поливать. Касается это правило и тех, кто в жару отдыхает и купается с питомцем на Волге. Если вы на контрасте польете или умоете или искупаете животное ледяной водой, вы получите обратный эффект, потому что произойдет спазм сосудов. Резких перепадов температуры делать ни в коем случае нельзя. То есть если вы польете животное комнатной температурой, вы пустите на жару, здесь будет эффект паровой и тоже ничего хорошего. Еще один насущный вопрос – стричь или не стричь питомца в жару. С одной стороны шерсть создает своеобразную холодную воздушную подушку. С другой, если шерсть сваляется, то сквозь плотные комки не пройдет воздух и нарушится теплообмен. Потому главной причиной стрижки все-таки является гигиена. У веслоухого шотландца по кличке Батон шерсть густая и, что называется, снегом летает по квартире. Потому все модные тенденции зоу-фэшн-индустрии он узнает на себе. Вообще сама процедура сама по себе безболезненна для животных. То есть мы их стрижем машинкой, достригаем ножницами мордочку. Стандартная стрижка кошек забревается лезвием 1,5 мм или 1,8 мм. Мы оставляем круглую мордочку, кроличьи лапки спереди и сзади и кисточку на хвосте. Некоторые стрижки делают дракончика по спинке или же дракончик такой на хвосте, елочкой больше похож. В случае с котами получается эдакий мамин лев. Но чаще стрижки требуются искусственно выведенным декоративным собачкам, для которых длинная и часто нелиняющая шерсть является главной гордостью. Но это еще не все. В этом сезоне в тренде колорирование, ароматерапия и озоновые ванны для питомцев. Парфюмы специально для животных. Мы им обрабатываем и он как человеческий работает, хватает на 3-4 дня. Есть озоновые ванны, озонотерапия она называется. Мы помещаем допустим шпицов, это как правило на шпицов, на маленьких собак больше действует. Озонотерапия она способствует, я так помню, что она способствует правильному составу шерсти, чтобы шерсть росла и чтобы это убирает лапецию, я знаю, у шпицов и озонотерапия помогает именно от нее. Самое главное во всех этих процедурах – знать меру и не навредить в погоне за красотой. А вот то, что однозначно сделает вашего питомца красивым и здоровым, так это любовь и забота. Ольга Хомракулова, Николай Сидоров. События. Самая популярная сезонная ягода заполнила городские магазины и рынки. В Самаре, наконец, наступил сезон арбузов. Выбор огромен. Покупателям предлагают сахарное лакомство на любой вкус, вес и ценовой диапазон. Выбрать полосатого на десерт поможет мэри Елчан, а также расскажет, что можно сделать с косточками арбуза. Слово нашему корреспонденту. Красный, сочный и сладкий. Сезон бахчевых в Самаре в самом разгаре. Принято считать, что у спелого арбуза сухой хвостик. Однако мнение это ошибочное. Потому что пока ягоды с бахчи дойдут до покупателя, этот отличительный знак уже в любом случае будет сухим, объясняют опытные продавцы. Созревший арбуз имеет более матовую корочку, а также яркие и четкие полосы. О спелости свидетельствует и земляное пятно. Это место, на котором плод рос. Оно должно быть ярко-желтого цвета и только одно, говорит продавец арбузов Илья Сабасов. Сладкой ягодой он торгует до поздней осени. Показываем, если кому надо, стучим показываем, если не нравится, если плохой будет или какой-то, если не вкусно будет, придет, мы поменяем, вам другой дадим. У нас арбуз стоит 25 рублей. Но это сегодняшняя цена, завтра она может упадет. Чем больше привоза и, естественно, цена упадает. Польза любого продукта, по словам специалистов, оценивается с точки зрения ее пищевой и энергетической ценности. Здесь важны все составляющие – количество белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ, которые поступают в организм человека. Если оценить арбуз с этой точки зрения, то получается, что арбуз является в первую очередь источником углеводов. В 100 грамм продукта содержится около 8 грамм углеводов. А остальное – это вода и минеральные вещества, растворенные в ней. Питательные вещества, содержащиеся в арбузе, особенно полезны для сердца. Толк есть и в самих семенах ягоды. В них присутствует железо, а это важный компонент хорошего гемоглобина. Также арбузные косточки богаты цинком и содержат около 25% дневной нормы в 30 граммах. Специалисты советуют выкладывать арбузные косточки на противень и обжаривать в духовке 15 минут при температуре 150-170 градусов. Эксперты утверждают, что это не только полезно, но и вкусно. А сейчас коротко о других событиях дня. В Винновке в Волгу выпустили 2500 мальков стерляди. Это стало частью федерального проекта «Оздоровление Волги». Подобные акции позволяют сохранять экологический баланс и поддерживать состояние популяции водно-биологических ресурсов региона, рассказал заместитель министра лесного хозяйства, охрана окружающей среды и природопользования Самарской области Михаил Студенников. Отметим, что стерлядь – единственная рыба из осетровых, имеющая маленький ареал миграции. Это означает, что большинство выживших мальков останутся обитать в Самарской области недалеко от места, где их впервые выпустили в реку. Онлайн-переводами пользуются уже три четверти россиян. Более 57% взрослого населения России за последние 12 месяцев переводили деньги через интернет или мобильный банкинг. Об этом сообщили в Центральном банке страны. За два года этот показатель вырос более чем на 20%. Активно растет и использование платежных карт. Их доля в розничном обороте за 2020 год увеличилась почти на 69%. А доля безналичных платежей выросла до 70%. Значительное влияние на это оказали пандемии и связанные с ней ограничения. Самарский фехтовальщик Павел Сухов принес первую олимпийскую медаль в копилку Самарской области. Он помог сборной завоевать серебро в командном турнире. В целом у сборной команды российских атлетов сегодня удачный день. Сразу несколько спортсменов стали олимпийскими мультимедалистами. Обо всем подробнее Андрей Горгуленко. Спортсмен Павел Сухов принес первую олимпийскую медаль для Самарской области. Он помог сборной завоевать серебро в командном разряде фехтовании на шпагах. Сначала в четвертьфинале мужчины одолели итальянцев 45-34. Павел нанес 12 точных уколов. А в полуфинале россияне справились со сборной Китая 45-38. На счету Сухова 14 результативных действий. В финале шпажистам предстояло сражаться против хозяев сборной Японии. На протяжении всего финала россияне уступали в счете и никак не догоняли соперников. Не помогли и 15 уколов от Павла Сухова, который стал самым результативным в команде. Итог поражения 36-45. Право первой медали у Павла Сухова мог перехватить гребец Александр Визовкин. Сегодня утром он вышел на старт финального заплыва в одиночном разряде. Александр большую часть дистанции в 2 километра держался рядом с лидерами, но все же отстал ближе к финишу и занял пятое место. Еще одну медаль точно завоюет Анастасия Павлюченкова. В паре с Андреем Рублевым она вышла в финал теннисного турнира в смешанном разряде. В полуфинале в напряженной борьбе россияне одолели соперников из Австралии. 5-7, 6-4 и 13-11 на тайбрейке. На Олимпиаде сегодня разыграли 21 комплект медалей. У российских атлетов много поводов для радости. К серебру мужчин-шпажистов добавились еще пять наград. Евгений Рылов стал двукратным олимпийским чемпионом. Он оказался быстрее всех и в плавании на 200 метров на спине, установив олимпийский рекорд. Теперь в его активе три медали в Токио, как и у Виталины Бацарашкиной, которая тоже стала двукратной олимпийской чемпионкой. Россиянка оказалась точнее всех в стрельбе из пистолета с 25 метров. Двукратным серебряным призером стала Елена Осипова в стрельбе из лука. Еще одно серебро принесла Анна Прокатень в академической гребле. Она почти весь финал плыла на последних местах, но на финише совершила отличный рывок. Бронзу завоевал дзюдоист Тамерлан Башаев в категории свыше 100 килограммов. Медальный зачет продолжают возглавлять китайцы. Они нарастили небольшое преимущество. Сейчас у них 19 золотых. Российская сборная остается на четвертом месте. В активе нашей команды 10 золотых, 14 серебряных, 10 бронзовых. Для тех, кто следит за самарскими спортсменами на Олимпиаде, выходные будут насыщенными. Какой будет медаль у Анастасии Павлюченковой решит финальный матч в смешанном теннисном турнире. Она в паре с Андреем Рублевым будет противостоять другому российскому дуэту. Елена Веснина и Аслан Каратцев. В субботу в борьбу за медали вступит Андрей Юдин. Квалификация в прыжках на батуте начнется в 8 утра. В субботу же дзюдоистка Дарья Межецкая постарается помочь сборной России в командном зачете. А гонболистки проведут сложнейший матч против сборной Франции. В воскресенье братья-фехтовальщики Бородачевы постараются завоевать медали в команде. А российские волейболисты проведут заключительный матч группового этапа. На этом все. Больших побед вам. Удачи. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на нашем официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и отличных выходных. Субтитры создавал DimaTorzok